Путешествуя в поезде всегда хочется, чтобы поездка была комфортной и занимала как можно меньше времени. На украинской железной дороге есть несколько классов поездов, которые отличаются и комфортом, и скоростью движения. Например, в таких направлениях, как Киев-Харьков, Киев-Одесса, Киев-Запорожье и Киев-Львов, у пассажиров есть возможность выбора. Это поезда классов Интерсити+, Интерсити, Ночные экспрессы и Ночные скорые поезда. Во время очередной поездки я решил протестировать поезд Интерсити, в составе которого есть вагоны-трансформеры. Сегодня в Украине курсируют два поезда, где используются подобные вагоны. Это поезд Киев-Запорожье 37-38 Ночной экспресс, он же Дневной Интерсити номер 738-737, состоит из 10 вагонов. И поезд Киев-Ивано-Франковск номер 7-8 Ночной экспресс, Днем Интерсити номер 749-750. Как раз на нем я и буду ехать. Правда, моя поездка состоится не до конца, а до станции Львов. Но думаю, что узнать подробнее, какие есть особенности у вагонов-трансформеров, я успею. Для начала справочная информация. Поезд номер 749-750 Интерсити формируется вагонным депо станции Киев-Пассажирский. Схема поезда включает 8 вагонов типа трансформер. По маршруту Киев-Ивано-Франковска дорога занимает 8 часов 9 минут. Время отправления из Киева 14 часов 7 минут, прибытие на конечную станцию 22 часа 16 минут. Есть всего одна транзитная остановка во Львове. Стоимость билетов 1 класс от 743 гривен, 2 класс от 371 гривны. Начиная с 2017 года на маршруте Киев-Ивано-Франковск появились вагоны-трансформеры. Они выполняют функцию по перевозке пассажиров в ночное время и дневное. Я сейчас еду дневным поездом, класс Интерсити, в нем, соответственно, только сидячие места. Ну и как только эти вагоны начали эксплуатироваться на украинской железной дороге, пассажиры успели уже проехаться в них, появились комментарии касательно комфорта проезда. Основная претензия касается того, что в купе, которое рассчитано на сидячие места, в котором должны находиться 6 пассажиров, не совсем удобно, поскольку очень мало места для ног. В этом, собственно говоря, убедился я сам. И несмотря на то, что в купе нет соседей, я могу здесь более комфортно себя чувствовать, но учитывая малые габариты купе, я все-таки представляю, каково ехать в этом маленьком помещении 6-м пассажирам. Тема не очень комфортного проезда в купе при наличии там 6 пассажиров довольно неоднозначны, а ведь в одних отзывах винят производителя, в других случаях говорят, что виновата железная дорога назначает такие поезда. Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно просто посмотреть на график моего поезда. После отправления из Киева следующая остановка только во Львове. Это значит, что пассажирам нужно сидеть в стесненных условиях 5 часов 50 минут. Расстояние между нижними полками небольшое, соответственно, ноги придется держать длительное время в одном положении, что доставит определенный дискомфорт. Для багажа тоже нет достаточного места, и пассажирам приходится выставлять чемоданы в коридор. Стало быть, такие условия проезда подходят для дневного поезда и эконом-класса с частой сменой пассажиров. Я напомню, что вагоны-трансформеры выпущены Крюковским вагоностроительным заводом и поступили в распоряжение юго-западной железной дороги в 2017 году. И хотя в депо пытаются содержать подвижный состав в аккуратном виде, все равно для ремонта не хватает оригинальных деталей. Например, во время ремонта подлокотник закрепили шурупом, который не подходит по диаметру, и ручка опускается ниже положенного, к тому же болтается. Даже если ее убрать вообще, то при движении поезда она падает сама. Туалеты вагона оборудованы вакуумной системой. Оба санузла были исправными. В умывальнике есть теплая вода, которую можно включить отдельным краном из гигиенических принадлежностей, туалетная бумага и жидкое мыло. К сожалению, не было бумажных салфеток для рук. Учитывая, что в поездах Интерсити не выдают постельный комплект, в котором есть обычное полотенце, то в данном случае руки вытирать нечем. В вагоне было тепло, также работала вентиляция. В каждом купе есть по одной розетке возле нижних полок и одна розетка над дверьми. Там же находится пульт управления, общим освещением купе, индикация туалета и кнопка вызова проводника. Теперь расскажу о том, почему вагоны называются трансформерами. Учитывая возможность изменения компоновки мебели в купе, такие вагоны могут быть следующих классов. Люкс на два спальных места, купе на четыре спальных места, сидящие первого класса на четыре места и второго класса на шесть мест. Чтобы не путать нумерацию мест, на входе у каждого купе есть схема, соответствующая классу вагона. Верхние и нижние полки поднимаются, фиксируются и таким образом получается вагон с сидячими местами, рассчитанный на 40 или 60 пассажиров соответственно. В варианте вагона первого класса между сидениями опускается столик. Для трансформации купе под спальные места опускаются две нижние полки, а также верхние. У каждого спального места есть три шкафчика, в которой можно сложить средства гигиены или другие предметы. Все полки оборудованы дополнительным освещением. А в целом для ночного поезда с вагонами класса купе и СВ, наверное, это самый лучший подвижной состав, который есть на Украинской залезнице. Здесь и больше комфорта для пассажиров, и есть возможность самой железной дороги оперативно корректировать схему поезда. Например, вагон СВ, в котором не выкуплены все места, можно пустить в продажу как купейный или сделать в составе со спальными местами вагон второго класса для проезда пассажиров на короткие расстояния. Это был обзор поезда Интерсити 749-750 Киев-Вано-Франковск с вагонами Трансформер. Жду ваших комментариев и оценок. Кто хочет поддержать канал финансово, в описании видео есть ссылка для донатов. Всем желаю приятных путешествий и хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова